Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вас беспокоит. Я увидел, что вам уже ответили эксперты некоторые, в частности, довольно подробно описали вам вашу проблематику. Но мне бы хотелось со своей стороны попробовать взглянуть на ситуацию. Вы пишите, у меня алкогольная зависимость на протяжении 10 лет. Знаете, вот алкогольная зависимость у вас, ну, в принципе, как и любая зависимость, это следствие определенной неудовлетворенности, это следствие определенной пустоты, это следствие определенного конфликта, внутреннего конфликта. Это следствие каких-то ваших потребностей, которые вы не могли удовлетворить, кроме как, путем алкоголя. И вы к этому шли То есть Вот У вас были ситуации Ситуации Отдельного типа Скажем так Ситуации, скажем так Тяжелые карты, которые побудили вас Употреблять алкоголь В течение 10 лет Знаете Это первое Что вам надо Разобрать Что Побуждает вас Что побудило вас Точнее Тогда Когда вы Только начинали Употреблять алкоголь Что побудило вас Потому что Снова и снова пить Что вы запивали Что вы заливали Тогда В то время Знаете Если не будет разрешен конфликт Который вас изначально Как бы подтолкнул К тому Чтобы вы Употребляли Употребляли Алкоголь Если не разрешить Заранее Этот конфликт Если не разрешить Его Ну как бы Это сказать Изначально На глубинном уровне Не понятно Что именно Доставляло вас Употреблять Алкоголь То Сколько бы вы Не бросали Как бы вы Не пытались Бросить Все равно Вы вернетесь К этому Потому что Изначально Вот эта вот Изначальная Причина Она К сожалению Не даст вам Покоя А Будет Это Изначальная Причина Итак Значит Среда Которая Простимулировала Вас Или Можно сказать Может быть Даже лучше сказать Спровоцировала Вас На то Чтобы Употреблять Алкоголь Вот Давайте Попробуем Разобраться С этим Что Это Внутренняя Неудовлетворенность Конфликты Детско-родительские Отношения Неудачи Какие-то Комплексы Страхи И так далее Что вас Заставляло Употреблять Алкоголь Снова и снова Разно-разно Это Очень важный момент Еще раз Хочу Чтобы вы Поняли Без Выяснения Причины Этой Безполезно 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 Проходить Какое-то Лечение В том Что вы Вернетесь К этим Ну К этому То есть Понимаете Вы Алкоголь Использовали И продолжаете Использовать Как Определенное Средство Понимаете И как бы Это Средство Которое Вы Используете Вот Алкоголь Как Средство Да Вы Используете Его Для Какой-то Решения Для Решения Какой-то Своей Задачи Для Решения Какой-то Своей Проблемы Правильно Проблемы Нужно Понять Что Это За Проблема И Как Ее Решать И Только Тогда У вас Появится Реальный Шанс Самый Что Не Найдет Реальный Шанс Реализоваться Уже Как Человек Вне Зависимости Я имею Ввиду Психологическое То есть Именно Психологической Зависимости У вас Не будет Какая-то Другая Да Возможно Какая-то Другая Возможно Но Не Психологическое А Психологическое Зависимость Это Все же Самое Главное Если Мы Говорим Именно О Психологии Это Первый Пункт Второй Пункт Непроходящая Депрессия Из-за Неустроенной Личной Жизни Значит Ну Хорошо Даже Непроходящая Депрессия Из-за Неустроенной Личной Жизни Пишите Пишите Вы В принципе Я вас Понимаю Но Давайте Сразу Попробуем Определить Так Кто Сказал Что У вас Депрессия Вот Именно Что У вас Депрессия Кто Вам Сказал Как Вы Определили Для себя Что У вас Именно Депрессия Я бы Хотел Чтобы Вы Это Пояснили Почему Я Дело Что Депрессия Является Психическим Заболеванием Если Оно Не Подтвердено То Говорят Что у вас Депрессия Не стоит То Депрессивное Состояние Да Но Депрессивное Состояние Можно Выйти Достаточно Легко С Помощи Психолога То Тут Даже Никаких Врачей Посещать Не надо Ничего Вот Если У вас Действительно Депрессия Депрессия Как Болезнь Как Психическое Заболевание То Стоит Для начала Диагностировать Врачом Врачом Психотерапевтом Психиатром А После Уже Вам Назначат Лечение И Вы Будете Его Проходить Используя В том числе И Медикаментозное Лечение Как Вам Уже Сказали Далее Далее Поговорим С вами Теперь Про Значит То Что Представляет Из себя Это Самая Депрессия То есть Что такое Депрессивное Состояние Депрессивное Депрессивное Состояние Это Значит Ну Неразрешимое Противоречие Опять же Неразрешимый Конфликт Опять же Между вами Между вами И Внешним Миром Внутри Вас И так Далее Это Именно Неразрешимый Конфликт И Пораздают Депрессию Иными Словами Негативные Установки Определённые Негативные Установки Которые Вот Вам Как раз Не дают Покою Нормально Не дают Вам нормальной Жизни Скажем так Вот Это Нужно Понимать Подробно Вечно Но Понимать И Тем самым Если Определить Эти Ваши Негативные Установки Если Определить Что Вас Беспокоит Почему Вас Беспокоит Что Напрягает И так Далее И так Далее И так Далее То Можно Будет Вам Помочь Можно Будет Ситуацию Разрешить Вы Говорите Неустроенная Личная Жизнь А Допустим Допустим Неустроенная Вас Личная Жизнь Но С чем Ее Неустройство Свято Вы Говорите Что Вот У меня Есть Муж Муж Попросила Жить Отдельно Раздражает Ну Хорошо Вас Раздражает Ваш Муж Ладно А Почему Он Вас Раздражает Вы Не Пробовали Выяснить У него Почему Он Вас Раздражает Не Пробовали Вы Расговаривать С ним Не Пробовали Вы Обсуждать С ним То Почему Он Все Так Вас Раздражает Понимаете Вот Эти Вот Моменты Они Ну На Первый Взгляд На Первый Взгляд Они Кажутся Ну Такими Знаете Может быть Недостаточно Важными Но В действительности О них Стоит Поговорить Вас Раздражает Муж Вы Говорите Чтобы Он Пошел Отдельно То По сути Дело Избегаете Проблем Своей И Здесь Неводно К вам Появляется Вопрос Такого Характера А вы Вообще Вот По жизни Случайно Проблем Не Избегаете Вообще То есть Вы Как Относитесь К своим Проблемам Вы Их Пытаетесь Решить Или Вы Проблемы Не Решаете А вот Как Смузин Поступает То есть Просто Берете И Избегаете От нее Но Проблему Проблему Это Не Решить То есть Вы Избегаетесь Из нее Вот Вы Говорите Муж Разрешает Я Попросил Его Пожить Отдельно Ну Хорошо Вы Попросили Его Пожить Отдельно Ладно Ну А Дальше Что Вы Согласитесь С тем Что Это Скорее Всего Не Особо Чего Изменило Именно Вас То есть Как Были Некоторые Проблемы Так В принципе Проблемы И остались Они Продолжают Иметь Место Быть Так Почему Так Происходит А Потому Что Попросив Мужа Отдельную Жить Вы Не Справились Со Своим Разражением А Чем Она Святна Чем Свят Разражение Вы Его Мужа Я имею Ввиду Как То Стыдь Стыдитесь Вам Не Нравится Может Быть Ваш Муж Тем Что Он Позиционирует Себя Как Ну Например Как Кто Лучшего Или Что Вот Почему Почему Вас Разражает Ваш Муж Подумайте Об этом Этого Не нужно Избегать Понимаете Ваш Муж Он Как Бы Помогает Вам Это Сигнал Любое Разражение Это Сигнал Это Сигнал К тому Чтобы Обратить Внимание На Себя На Своё Эм Тихологическое Здоровье Если Вы Чувствуете Что Разражаетесь Если Вы Чувствуете Что Разражены Значит Есть Вещи Которые Вы Себе Либо Не Принимаете Либо Кап Кап О Которых Постараетесь Забыть То есть На Которые Постараются Закрыть Глаза И Из-за Этого Игнорируете Конфликты И отсюда Все Ваши Проблемы Значит Нужно Определить Какое Значение Для Вас Имеет Ваш Муж Почему Вы Неравнодушны Вот так Вот Ну Вот В таком Негативном Ключе Скажем Неравнодушны Да К нему Вы Вот Значит Далее Далее Вы пишите Сход Отдельно Больше Двух лет То есть Смотрите Получается Как Вы Заможем У вас Есть Муж Но При этом Он Живет Отдельно От вас И Отдельно От вас Он Живет Уже Более Двух Лет Скажите А Почему Вы Не Развелись С Мужем Почему Вы Продолжаете Быть С ним Почему Вы Продолжаете Походить С ним В отношениях Если Он Вас Разбражает С Чем Свят Подобный Вы Вы Опять Боитесь Чего Или Что Вот Это На самом Деле Тоже Очень Важный Момент О Котором Я Хотел Чтобы Вы Подумали Об этом Очень Хорошо Крепко Потому Что Этот Момент Очень Важный Почему Вы До Сих Пор Со Своим Музем Находитесь В отношениях Что Доставляет Вас Если Он Вас Раздражает Уже Если Он Вас Напрягает Уже Если Вам Ну Неприятно С ним Да Если Не Подходите Может Быть Вы Друг Друг Или Там Это Еще Ну Бывает Все Почему Вы Диспорт Далее Был Молодой Человек Рассажились Из-за Моих Пьяных Закидыванием Ага Смотрите Молодой Человек У Вас Был Хорошо Но Понимаете Молодой Человек Он Ведь Скорее Всего Молодой Человек Он Понимает Что Вы Как По-прежнему Вы По-прежнему Замуж И Будучи Замужем Будучи Замужем Простите Как Вы Можете Будучи Замужем Сделать Какого-то Мужчину Счастливым Почему Вы Думаете Что Мужчина Бросил Лас Именно Из-за Пьяных Закидонов Ведь Он У вас Молодой Человек У вас Пыл Значит Он Воспринял Он Воспринял Такой Потребляющий Алкоголь Он Воспринял А потом Брос И У меня Складывается Ощущение Что Вы Вот Здесь Не Совсем Знаете Как Не Совсем Ну Правильно Понимаете Ситуацию Понимаете Причину Следственный Свят Мужчина Бросил Вас Не Только Из-за Алкоголя Я Не Думаю Что Это Я 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 Со Своим Мужем Они У вас Не Завершены И Из-за Этого Мужчина Вполне Возможно Чувствовать Что Кроме Него У вас Еще Кто Т И Или есть риск того, что вы всегда можете к мужу обратиться и так далее. Почему вы считаете, что он бросил вас именно из-за ваших пьяных закидонов, как вы говорите? Вот вы пишете здесь с такой обидой, что нашел другую, говорит, что счастлив от того, что ему спокойно, что он спокойно. Вы знаете, это он вам так говорит, говорит, что счастлив от того, что спокойно. Вообще-то, вообще-то, люди, которые счастливы, они, как правило, не говорят об этом. Они не кичатся тем, что они счастливы. Счастливые люди, они просто, вот знаете, живут себе спокойно. А ваш мужчина, он вам говорит, что счастлив. Это наводит на мысль о том, что у него есть определенные обиды на вас. И он говорит, это специально для того, чтобы вас ужалить. Специально для того, чтобы вас как-то задеть. Специально для того, чтобы как-то вам сделать больно. Конечно, возникает вопрос, а зачем, зачем вам делать больно? Потому что вы его обидите. Потому что он с вами не получил того, чего хотел. И именно поэтому он сейчас и вам таким образом, ну, как вот, мстить, скажем так. Вот и все. Я не очень понимаю, почему вы принимаете слова мужчины на веру в данном аспекте. Опять же, слова мужчины вы принимаете на веру, по моему мнению. Потому что сами не уверены в себе. Вот вы сами считаете, что у вас действительно пьяные закидоны, что вы там действительно идете с себя плохо, и из-за этого мужчина вас кинет. Вы не уверены в себе. Вы не уверены в себе. Вы стыдитесь алкоголя, и из-за этого восприняли его уход именно так. И из-за этого поверили, по сути дела, вы именно это сделали. Вы поверили. Ну, скажем так, знаете, вы поверили... Ну, оскорбленному мужчине, да, униженному мужчине, мужчине обиден. Таким людям не верят. Таким людям нельзя верить. Потому что такие люди всегда преследуют свою собственную цель, когда вам подобное говорят. Это нужно понимать. Итак, молодой человек бросил вас не из-за пьяных закидонов, а потому что были другие факторы. Какие, я вам уже сказал. Далее. Значит, хочу бросить пить. Говорите вы, такой опыт тоже есть. Не пила 8 лет сама по себе. А сейчас не могу остановиться. Значит, ну, опять же, вот, вам там человек написал все подробно относительно этого. Но я с своей стороны скажу так. А вот как вы бросили пить? Почему вы тогда бросили пить? Что помогло вам тогда бросить пить? Вы можете вы это сказать сейчас? Вы можете пояснить нам или себе, как вы не смогли не пить в 8 лет самостоятельно? Какой у вас тогда был стимул для этого? Какой у вас тогда был мотив, чтобы не пить? Это все на самом деле очень важно, потому что именно мотив, именно для чего человек бросает пить и определяется. Именно мотивом, точнее, именно мотивом определяется желание человека бросить пить и удачность его в этом аспекте. Я хочу, чтобы вы хорошо это поняли, постарались, по крайней мере, это поняли. Пока вы для себя не поймете, вы говорите, я хочу бить, бросить пить. А зачем? Какой мотив? Какая у вас цель бросать пить? Зачем вам это делать? Просто попробуйте ответить себе на этот вопрос. Зачем вам бросать пить? Для чего? И вам станет сразу гораздо легче. Гораздо легче будет понимать эти моменты. Гораздо легче будет понимать себя. Зачем вы хотите бросать пить? Для чего вы это делаете? И так далее. Как получается, вы просто говорите, а чем бросать пить? Это очень абстрактная такая задача. Это очень абстрактная цель, которая, к сожалению, является неподъемным для вас. Пусть не четкие цели. Зачем, для чего я хочу, чего я хочу, что я могу для этого сделать. Вот это все является самым главным. А не то, что вы просто хотите бросить пить, непонятно зачем, непонятно для чего и так далее. Ну, согласитесь, это несколько. Ну, несколько это глобально, несерьезно и расплывчато. Если может быть вам вот так вот легче. Может быть так вам лучше. Лучше иметь перед собой глобальную, не совсем определенную, но правильную, по вашему мнению, цель, чтобы оправдывать себя. И говорить, что ну вот да, я выпиваю, но я захочу бросить пить. Я захочу бросить пить. Значит, я не такая уж и плохая. Это, простите, самообман получается. Ну, не знаю, четкая цель, для чего вы хотите бросить пить. Опять же, анализ опыта, который у вас был. Дальше. Есть работа, которую я ненавижу, но она меня кормит, я за нее держусь. Хотя, компенсация внимания не та. И интеллекта к развитию нет. Значит, есть работа, которую я ненавижу. Почему вы ненавидите работу? Условно говоря, почему вы демонизируете, то есть наделяете излишним негативом что-то в вашей жизни? Это всего лишь работа. Это всего лишь деятельность. Это всего лишь вид деятельности. Почему вы его ненавидите? Ненавидит как любовь. Когда мы что-то идеализируем, мы наделяем это теми качествами, которых у этого нет. А когда мы что-то ненавидим, мы демонизируем и наделяем это тоже теми качествами, которых нет, но негативными. Так почему вы ненавидите свою работу? Если она вам не нравится, то это нормально. Работа не всегда должна нравиться. Чаще, чаще, к сожалению, работа не нравится, чем нравится. Это реально. Неприятно, но реально. Чаще работа не нравится, чем нравится. Это, ну, к сожалению, это очень часто так бывает. Вот. Допустим, допустим, работа вам все же не нравится. Она и не должна вам нравиться. Что же работа? Если вам не нравится ваша работа, Соответственно, возникает вопрос, кто мешает вам тогда заниматься чем-то, помимо работы, чтобы реализовывать то, чего вы реализовать пока не можете из-за работы. Ну, то есть, работа вам мешает это реализовать. Подумайте. Подумайте на эту тему. Так же, что очень важно, что бы вы хотели делать, почему вы ненавидите свою работу? Во-первых, почему вы ее ненавидите? Именно ненависть откуда? Именно ненависть. Вот именно, именно, именно ненависть откуда у вас к работе? Демонизация откуда у вас? Да, демонизация работы. Какими негативными чертами вы свою работу наделяете, что она вызывает у вас ненависть? Ну, это понятно, что эти черты, они существуют только у вас в сознании. Вы говорите, я до работы держусь, она меня кормит. Хорошо. Работайте. Но относитесь к ней просто как к работе. Не братьте на нее свои душевные силы, свои эмоциональные ресурсы и прочее. А вы, вы именно это, к сожалению, и делаете. И отсюда, и отсюда ваши трудности. Отсюда ваши проблемы. И довольно серьезные проблемы на самом-то деле. Потому что это же очень тяжело ненавидеть что-то. То, что выматывает и выматывает. А в итоге, по сути, пустота. Так что, нужно подумать, чего вам работа не дает. Опять же, что вы не получаете от нее. И как это можно получить. Что можно сделать для того, чтобы получить то, что не дает вам работу. Дальше. Он говорит, хотя кандембрация уже не та, интеллекта к развитию нет. Но это, скорее, связано с потреблением алкоголя. Насчет концентрации внимания. А развитие, интеллекта к развитию у вас нет. Потому что вы в себя не верите. И не привыкли доверять себе. Вы знаете, развитие для вас представляется чем-то очень-очень сложным. Потому что, по вашему мнению, вы деградируете. Но только что заключается в том, что развитие процесс и легкий, и естественный. И самое главное, незаметный. Но для этого нужно делать то, что вам именно нравится. Для этого нужно заниматься тем, что вам нравится. Развитие – это очень обтекаемый термин, опять же. Вы используете, опять же, обтекаемые, очень обтекаемые термины. Зачем-то. Не надо говорить «развитие». Не надо говорить этих слов. Вы скажите прямо. Чего я хочу. Чем я хочу заниматься. А не развитие, которое, я еще раз говорю, очень абстрактных тем. Дальше. Вы пишите. Депрессия на протяжении последних лет. Как выбраться из этого состояния, я не знаю. Ну, про депрессию я уже сказал. «Начинаю вроде и спортом заниматься, но знаете, какое-то искать. И через пару месяцев все возвращается на пьяные круги слоя». Ну, опять же, вот вы говорите. «Начинаю вроде и спортом заниматься и какие-то занятия искать». Хорошо. Вы молодец. Молодец, что начинаете это делать. Вопрос к вам. Зачем? Вы зачем ищите в себе какое-то занятие? Вы зачем спортом-то занимаетесь? Для чего вы это делаете? Вот этот момент, момент, для чего вы занимаетесь спортом, для чего вы ищите в себе занятие, вы как бы упускаете из вид. Вы о нем вообще не говорите. Вы не говорите, зачем вы это делаете. А это очень важно, это принципиально важно здесь, на самом деле. Потому что если вы просто, вот просто, без стимула, без цели, без какого-то мотива, ищите в себе занятия и занимаетесь спортом, без стимула и смысла, то понятно, что все возвращаются на круги своих. Потому что вам так приятно, вы там получаете больше удовольствия, вы там получаете больше наслаждения, вы там видите больше смысла в том, что вы делаете, чем в занятии без цели. Я хотел бы, хотел, чтобы вот это вы тоже постарались понять. Нужна цель, нужен смысл того, что вы делаете. Без этого никак. Далее, чтобы все не возвращалось на круги своих, вам нужна помощь людей. Понимаете, в зависимости, ну, в любой зависимости, абсолютно в любой зависимости, есть такой феномен, когда человек вот вроде бы уже бросил, ну, пинь бросил, зависимость свою вроде бы, избавился от нее, вот, все хорошо. Но потом происходит такая ситуация, что человек почему-то возвращается к тому, что он делал. Ну, вот, почему-то так происходит. И связано это в первую очередь с тем, это вот нужно тоже понимать, связано это в первую очередь с тем, что действуют ассоциативные цепочки, которые возвращают вас туда. Привычные действия, привычные обстоятельства, привычные места, привычные люди, привычные модели поведения с этими людьми, привычные разговоры, привычные эмоции. Все это возвращает вас обратно. И как бы вы не старались бороться со своей зависимостью, если вы не будете развивать круг своего повседневного поведения, вы вновь и вновь будете возвращаться туда. Опять. Каждый раз. Понимаете? Ну, это не седаром, это зависимость. Не седаром, это привычка. Привычка. Это значит, привычное, то, что происходит на автомате, человек не осознает иногда, что он идет, например, в бар или там магазин алкогольный и так далее. Он делает это по привычке. И ему нужно от этой привычки избавляться. А как? Только менять свое поведение, свое привычное поведение. И это невозможно без внешних факторов, это невозможно без людей. И отсюда нам можно сделать вывод, что вам нужны люди вокруг вас, чтобы они вам помогали. Далее, есть дети? Хорошо, есть дети. Сколько лет, чем занимаются, какие у вас с ними отношения? Это очень важный вопрос. Стыдно перед ним. Ну, стыдно это баня, понятно, осуждение. Но, вы знаете, вы, и то, что вы стыдитесь, это, конечно, здорово, но вам это не помогает. Вы еще больше себя ненавидите. Стыдиться не нужно, нужно осознавать причину, по которой вы к этому пришли, и скорее, скорее, видеть эту причину и что-то с ней делать, а не тратить свое время на, собственно, стыд. Потому что стыд, это, ну, ничего хорошего вам не даст. Никогда. Я не знаю, как избавиться от внутренней пустоты и тоски, и понимания, собственно, никчемностей. Ну, вот, собственно, пустота, это то, что определяет любую зависимость. Откуда пустота появилась, появилась. Чем она связана? Откуда тоска? Чем она связана? Почему тоска? По чему? Не почему, а по пробелу. Чему? Тоска. Вот. Почему вы ощущаете себя никчемно, если, как минимум, у вас есть дети, вы дали жизнь нескольким людям? Почему вы считаете это недостаточно для того, чтобы осознавать себя пчемной, скажем так? Почему вы вообще считаете, что человек обязательно должен быть пчемным? Почему вы не считаете, что человек может быть достойным просто вот в силу того, что он есть? Это все, опять же, детско-родительские отношения, которые с вами, скорее всего, нужно избирать. вас не приучили любить себя, вас не приучили ценить себя, просто так, и отсюда, скорее всего, все ваши проблемы и есть. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь, пожалуйста, в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачных. Субтитры создавал DimaTorzok